орков болеем за кэшем до кэш кстати очень молодец мне нравится как он играет он очень спокойно и хорошо играть а если ему еще дать айвана этот эликсир баварский лечебный да 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 там просто продолжается диалог я допускаю что нет кузя так не троллит он он парень добрый и вряд ли кузя тебе стоит пару тем на форуме почитать видимо заработался там пропустил движуху самую классную смотрим 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 болеем за кэша на говоришь ну комментируй ты журк орк молодец орк самая слабая раса сейчас и я просто надеюсь что кэш веке ладно хватит троллить а от крово идет гули может быть кстати дред лорд и нычка что я коли заказывается на скаут и скаут когда возвращается может дать нычку это кстати интересно но я знаю что кэш очень хорошо играть я видел же несколько игр а как можно ну как играть нужно против дл первого но он агрессивно идет на базовую на эту да и будет уже прежде чем андет начинает крепится ласта сарит редморт сокол прочитал и делается там blood last нужно намного тяжелее становится андету крепить потому что он то что идет с четырьмя гулями там скелета вещь уже сделал вот здесь убил овцу для скелетиков что он напрямую пойдет а кэш не скаутит кэш сначала заказал фс а потом делать заказал блэйда это кто лучше против дл все-таки блэйд в том что но с липс раунд и когда фс кстати вопрос а почему меня не озвучивается на ты на когда мне фонтам парфейн закинул почему не случается это сломалось что-то или комет это у тебя что-то не то всегда озвучивалась после недели не озвучивается я ничего не убирал конечно в микшере конечно помогу конечно же потом опа куда дредлорд и не напрямую побежал а блэйд напрямую они видимо уже играли друг с дружкой это уже какая-то идет подстройка потому что это абсолютно нетипичное поведение что от одного что от другого и такое обычно происходит тогда когда уже были каточки с fast экспом и подстройка соответственно под криппинг но в этом есть смысл блэйд пока бегает не понимает что происходит ты выбиваешь сразу артефакты приближаешься к второму уровню и зявы а кстати я проиграл же прошлый раз тоже на викли против крова и он точно так же против меня сыграл он пошел и сначала закрепил точку на last refuge которую никто никогда не решает ну что там будет кипиться как его лабораторий который окла база на вас любишь дарова и получил мана стола на и просто меня засыпал до неузнаваемости трени тренинг ману play то очень очень правильно делает видимо чтобы добивание не было на экспанте когда время принят да еще потом можно окружить но он проигрывает просто по мане он не сможет его окружить все равно наверное да ну блэйд это все равно плюс плюс один виндвок относительно да но он пытается равно дать все равно же тренинг пытается да царе сейчас то что я и сказал будь будет специально он думает что сейчас идет крепится адрид лорд опять говорит не-не-не-не-не раз ты готов я пойду еще суша кэш очень много времени теряет он все еще первым блэйд мастером бегает хотя там уже и артефакты есть хорошие вот еще одна зеленая точка подрезана опять слип дредлор довольно гритом отрезать ну но не хочет это там рисунки не и сто процентов вверх потому что вы толкнуть может ой вот это зря наверно сейчас начал крафт крепится так невзирая просто на происходящее не плейд разбудил крипов я понимаю дарада но он не отступил сразу он дед ну да а начал армию игрок атаку сражаться уже хорошо все . внизу как же ты видишь да как он там да ты смотри внизу крафт крепится параллельно сейчас трет лор получит третий уровень и кстати ему не хватит чего заметить крава не аура а сварм точно 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 момент крафт поставит нычка суши сварм то против арков это очень имба ну не видно очень хорошо поверь я раньше об этом тоже не так думал но ты не можешь виверными запушить так на больше у вас дохлых то юнитов кроме кастеров нет мишна все равно он хорошо заходит у него range хороший же вполне хорошо поверь гранта слипают раз пытается пытается окружает хорошее дыхание прям все очень красный сразу же ваш канал на исходу дается я саппорт выключил извини пожалуйста спасибо большое за поддержку но надо надо вернуться в игру ой сетка на гулюмить си семью и чп а можно пандус есть не вытолкнул панду каш и гулька и ушла и дредлорки репортируется и есть еще однако меня нет это уже совсем нагло но в любом случае у кровать ситуация лучше у него герой в солянова прокачался значительно круче до минус тп но там минус панда вообще и смотри крафт строит горга потому что уже предполагает что там будут вверны выскал что вверны мини-пай ну там вверны будут не ну каш играть кэш играет ну что я тоже поиграл вверну против пулей и т.к. и т.л. а но просто я уже против крови вот так отлетел вверх но хватает двух горков и и они контр 3 верно да и стоит полтора раз дешевле ну а не кажется что вверны это такой старый рефлекс против дредлорда да это именно вот то что ну раньше типа против 3 3 лорда такая же стратегия тоже было дредлордом но он раньше не был такой си так силен прибегать кэш очень биты дэйл это самое слабое звено сейчас вы к дк 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 койл не факт что он его спас дыхание койл о не перенаправляет процент карка на виверну ну что то начинает грызть только сейчас ой койл на гранта последний койл на гранта может быть это неправильно не все успевали у него авто свар по моему 2 прокачен тренинг отреша зовут горит кеша кэша дикий ячмень тоже неплохое дыхание но гуляю слишком много непонятно чем это убивать а вверх кстати куда делся это было да классно не успеет надо развернуться а надо было дальше лететь и верны надо было надо было потому что там дпс хватило бы со второго залп да да так жалко и он поставит должен сейчас да да потому что сейчас не продавить точно это то что чего сейчас крафт ожидает больше всего крафт на т2 никакого здания на т2 он не построил то есть он базово делает и ну конечно не все так плохо потому что он даже он сильно по экономике то не по не потеряет ему сейчас надо наоборот с ооо сари крафт делаем улова очень плохо сейчас очень грамотный тайминг прям прекрасный тайминг хорошо что кэш не поставил суши ручку да еще кима лица сварм шикарный зашел и гарга такая летает одинокая ай о минус панда скорее всего да панда окружает у дредлорда нет телепорта кстати нет панда панда вины поры успевает перед смертью кинуть я думаю что дредлорда можно убить а там очень сильно помогли нейтрала еще ну тогда отлично тогда у кэша все прекрасно потеряв одного из трех героев часто даже наверное цеха важнее чем панда кстати и схема на это очень хорошо и прокачано хилка то есть ты видел сейчас битве он очень хорошо хилял очень важные хилы с спирит линком то есть панда хоть его убили но очень долго терпел что она это мисклик просто забить очевидно он хотел тролля добить а не пиона попытаться убить класс минус дк ну вот после этого конечно не будет выходить потому что нет атак это тайминговая была классная то есть точки зрения времени но не надо было наверно нырять то есть задача андета была скорее находиться не давать оттягивать короче появление экспатом делать т3 параллельно до заказать околитов на экспанде но вот нырок этот он был и ладно бы у него был тп что он мог ввязываться в такие такие замесы но и при этом нычка у кэша окупается быстрее да да по за по голду но сейчас они наравне но там 3 околида даже 5 ну это орковская орковская база самым боу с точки зрения экономики ну и шкатулки имеется ввиду да но ее надо заслужить я знаю что-то это гирично такие вещи орков ну как бы самые жирные юниты самая сильная связка героев например тоже work ну да лично к трэд лорд и убери у них обсидианка и все и кто кого убери у орка то есть 33 героя против двух должны сражаться да тогда все будет по-честному обсидианка обсидианка да как герой я понял р2 до 2 гриш о блин смотрю даже тот зарегался да 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 на турнире большое количество иностранных игроков сильных вот из германии тоже вот сокол играл проиграл дошел до четвертого уровня тура на почти до босса дошел нет уже дальше чем всегда можно кстати панде передать колечко защиты даже нужен не его и жен правда есть еще или купить она дешево дав двойка кольцо это очень дешевая тему тройка двойка жена трой который конечно а почему на кстати 25 или сколько там не помню точно 150 так 150 опа ловит red lord а у него опять нет ни инвула не т.п. нет открыл еще и декус может еще и минус дк будет есть нет 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 а нет был скроспит почему не побежал за ним но первый уровень подумал зачем тратить писягал там третий иска получил сейчас конечно пушевый крыш красавчик да очень дорог плохого начала третий в это и лазерам плитом но если дредлорд отдается то толку от него нет что он 3 что 4 так у каши есть пилот нет пилот же дам а есть у него есть есть честь из пилот ну тысячи голды он не успевает тратить деньги основа блэйда но там второе лечение были свиток еще есть конечно не лечится еще не лечит пойти пойти все добавляем молодец какой дпп это почему потому что улезает есть у нас там сеточки какие-то да он и так и проблеет огульки уже great есть города скорость атаки чувствуешь делается 2 поняда этих вермой вермой а ты по-немецки скажи зачем тебе по-русски как по-немецки кнопку хохох ну если знаешь как по-русски называю по-немецки все понимают неизвестный подержал майкер ты как знаток подскажи как про биндит ячейки инвентаря ну под нажимаешь просто и это самое и тыкаешь они работают некоторые про не биндит тот же хэппи например он тянется вот ничего там хитрого нет расставляешь артефакты по слотам то есть надо привычку выработать что на этом слоте у тебя инвульчик на этом у тебя ставчик на этом тебя телепорчик всегда да и если пауза в игре то ты как бы перекликиваешь героев убеждаешься в том что ты готов все потом тык 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 если хочется других то можешь забиндить например на боковую кнопку мышки это не запрещено правилами то есть если ты не используешь софт дополнительный на на турнирах имеется ввиду понятно что для того чтобы забинди ты должен использовать софт родной но потом все это записывается в память мышки это не является макросом это просто бин и ты можешь там нам 5 нам 8 или что там да ну да семерка восьмерка на боковую кнопку я не помню то ли у фоги то ли еще у кого-то из эльфов став на на боковую кнопку весьма удобно тык 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 а ты пользовался нам помещена у меня на боковой кнопке тоже ну вот видите прилетели вермы опасный момент хекс это контроль цен текст да ну и там плюс опять же по лимиту хороший и плюс по героям уже там 433 на 31 это и минус все гули уже то есть нету мяса который танкует панды очень удачный выбор против страты кстати очень ну либо таурен либо панда хотя панда вообще почти дышит вот сейчас все бега даблки арбы нету на блэйде не нечего передавать ты вспомни просто как долго краф 100 дом играл ой крафс туда мне играл это ванн сыграл 100 дым прости туплю я думал что сопротивляется сопротивляется и здесь и там но там дедовская фишка